Полицейские Красноярского края разоблачили афериста в погонах. Он называл себя влиятельным сотрудником ГИБДД. Прикрываясь служебной формой, обирал друзей и знакомых на миллионы рублей. Оказалось, что в прошлом мифический полицейский был простым певцом в ресторане. Видимо, артистические данные и помогли ему так долго играть роль сотрудника МВД. Как же удалось раскрыть сибирского мастера перевоплощения, узнал Кирилл Попов. В кожаном кресле статусные иномарки в модной куртке известного бренда распевает шансон красноярский деятель Тигран Акопян. Он всегда мечтал о творческой карьере, но сделал карьеру криминальную. По версии следствия, обманул своих друзей и знакомых на миллионы рублей. Какое ты казалось серьезно, качало в ответ головой. Когда я сказал, что отнял эти розы в киоске на Первой Ямской. Вот и розы, вот и дама сердца 30-летнего Тиграна Акопяна. Судя по этим снимкам, вероятный аферист умело пускал пыль в глаза возлюбленной. Осыпал дорогими подарками. Пышные букеты неизменно шли в комплекте с золотыми украшениями. Называл ее своей королевой, а себя принцем в погонах, влиятельным инспектором ГИБДД. Красивая легенда раскрылась, когда в квартиру к капитану Каталкину нагрянули настоящие силовики. Сотрудники главного управления МВД по Красноярскому краю. При обыске оперативники нашли у Акопяна служебный китель с погонами и нагрудный знак. Еще травматический пистолет со спиленным идентификационным номером и 13 патронов к нему. Акопян признался, к полиции не имел никакого отношения. Форму купил в интернет-магазине. Маскарад был нужен, чтобы войти в доверие к людям. За что задержан? По мошеннистам. Способ? Брал у людей деньги. Не возвращал. Тигран Акопян из Красноярска не состоит в близком родстве с именитым иллюзионистом Амаяком Акопяном. Но ему тоже ловко удавалось показывать фокусы. По данным полицейских, их самозваный коллега проворачивал аферы с автомобилями. Предложил, что так как он стал сотрудником, он теперь имеет определенные полномочия, имеет определенные возможности приобретать подешевле автомобили. Получается, знакомые на все на это покупались и спокойно передавали деньги нашему злоумышленнику. Злоумышленник, в свою очередь, с деньгами исчезал. Липовый гаишник бравировал знакомством с выдуманными судебными приставами. Мол, они продают арестованные машины по выгодным ценам, а он может их купить для своих товарищей. Нужно только передать на личность. На фокусы Акопяна клюнули как минимум семь человек. Многие из них прячут лица, говорят, стыдно, что их обманул человек, которого они считали другом. Человек, где-то около полтора года, два года ходил в форме, погоны получал. При мне погоны и форму принес сестре, отдал, что погоны поменяй, завтра еду на усиление. Для нас как бы нормальный, хороший человек. Ну, а потом в конце, в итоге, показался, что сволочь. Предполагаемый мошенник обманул даже свою возлюбленную, которой носил охапки роз. Подарил ей вот этот белый Мерседес стоимостью 2 миллиона, а после попросил взаймы почти 5. В общей сложности сколько денег он, так сказать, задолжал вам? Ну, моей маме около 3 миллионов рублей и на мне кредит 1 миллион 800. Он всегда говорил, я вам все отдам, я вам все отдам, вы только выручьте меня, пожалуйста, вы же моя семья. Артистический талант у Акапяна с юности, говорят в прошлом, мифический полицейский был простым певцом в ресторане. Якобы развлекал посетителей вот этого заведения. В интернете нам удалось найти любопытную статью о большом концерте, который прошел в Красноярске в 2012 году. В одном из абзацев говорится о талантливом певце, лауреате межрегионального конкурса, который, цитирую, собрал бурные аплодисменты и завоевал еще больше поклонниц. Исполнителя зовут Тигран Акапян, вот его фотография. И он очень похож на предполагаемого мошенника, задержанного Тиграна Акапяна. На сцене дворца труда и согласия Красноярска молодой вокалист в атласной серой рубашке и брюках в тон. Запись сделана 8 лет назад. Тигран Акапян исполняет трогательную композицию, посвященную маме. Слова, по сути, пророческие. Но, видимо, народной славы Тиграну Акапяну оказалось мало, как и денег, которые приносила работа музыканта. По данным полицейских, несколько лет назад он перевоплотился в сотрудника ГИБДД и переехал в съемную квартиру в элитном районе города. Гостиная с кожаным диваном и массивной люстрой. Большие картины на стенах. Просторная ванная. За аренду квадратных метров Акапян ежемесячно отдавал 80 тысяч рублей. Огромная сумма для Красноярска. Вот что вспоминает еще один из обманутых друзей Акапяна. Говорил, что купил квартиру, по итогу он ее просто снимал, в которой жили, ну, дети его и с женой. А потом у него уже начали, да, появляться деньги, то есть неоднократно он даже приезжает, там, вон у меня в бардачке, там, миллион-два лежит, как бы, на личке. Психологи уверяют, стоит человеку надеть форму, как в глазах окружающих, он приобретает некую статусность. И не важно, что именно на нем надето, китель полицейского или, например, пилота. В конце прошлого года в Калининграде осудили мошенника Игоря Поду. Он выдавал себя за летчика крупной авиакомпании и проворачивал аферы с недвижимостью. Мы встречаем по одежке, это первое. И, конечно же, нам свойственно переносить внешнее представление о человеке на его внутренний мир. Это основное. Богатый внутренний мир Акопяна, похоже, принес ему немалое богатство. Сейчас следователи подсчитывают, на сколько миллионов рублей он напел песни своим обманутым жертвам. Для продолжения всего-то так не хватило пары дней. Теперь будни мифического полицейского будут исчисляться не днями, а месяцами. По решению суда, ближайшие пару месяцев он проведет под арестом. Кирилл Попов, Дмитрий Базов, Софья Софийская, Вести, дежурная часть. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова